Культ, 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 культ. В Кирове 12 часов и 5 минут. Сегодня пятница, 4 августа, и в прямом эфире начинается программа Культ Поход. Сразу же хочу сделать небольшое замечание, приятное для наших слушателей, потому что больше призов мы сможем сегодня разыграть. Культ Поход сегодня будет продолжаться целых два часа. С перерывом. С перерывом, да. Так что будьте внимательны, будут интересные гости, они уже с нами в нашей студии. Интересный разговор, будут вопросы, призы. Все это будем озвучивать, безусловно. Ну и традиционно напоминаю о том, что в Культ Походе у нас есть новшество. Специально отдельный вопрос мы задаем для подписчиков и читателей нашего телеграм-канала, так что заходите, если еще не подписались. Телеграм-канал называется Кировград. Анна Лапшина. И Владимир Сметалин. Да, ведущая передача. И прямо сейчас мы начинаем разговор о 18-м всероссийском Воснецовском пленэре, который стартует в нашем городе. Уже сегодня. Или стартовал. Нет, еще стартует. Стартует. Давайте представлять гостей. Наталья Клементьева отвечала на мой вопрос. Куратор пленэра, кандидат к культурологии, член Ассоциации искусствоведов, ученый-секретарь Вятского художественного музея имени Воснецовых. Наталья Валерьевна, добрый день. Добрый день. Добрый день. Владимир. Так. Со своей стороны. Михаил Политаев, художественный руководитель пленэра, народный художник Российской Федерации, академик Российской академии художеств, художественный руководитель студии военных художников имени Митафана Борисовича Грекова. Всем добрый день. Добрый день. Добро пожаловать, да. И еще один наш гость. Валерий Макрушин, участник пленэра, заслуженный художник Российской Федерации, член Союза художников России. Валерий Анатольевич, добрый день. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Ну вот сейчас такими бытовыми какими-то вопросами я хотел привлечь внимание наших гостей до начала эфира. Жара, наверное, тоже влияет на работоспособность художников. Но вы сказали, кому как, кому нравится, кому не нравится. Ну ладно, поговорим еще об этом. Давайте с общих каких-то вводных данных о пленэре начнем. Что он собой в этом году представляет? Есть ли какие-то отличия? Да, открытие сегодняшнее. Оно в чем заключается? У нас пленэр традиционное мероприятие, очень ожидаемое мероприятие. Все его ждут, и жители даже с регионов к нам приезжают смотреть, потом итоговые выставки. Он делается в годовщину, 175-летие со дня рождения Виктора Михайловича Васнецова. И в преддверии нашей замечательной даты, юбилейной, юбилея нашего города, 650 лет. И поэтому последние, наверное, три года мы стараемся проводить его в нашем городе, чтобы художники, приезжающие к нам, могли запечатлеть наши уникальные памятники, достопримечательности. Как-то по-своему для нас открыть город, потому что, когда человек приезжает, он со стороны, он видит порой то, что мы пробегаем мимо и не замечаем. Поэтому он весьма традиционен. Две недели будет проходить в нашем городе. Предполагается обязательный выезд на родину Виктора Михайловича, пленария Михайловича Васнецова, 12-го августа. Там будет большой праздник у нас. Это в Рябово? В Рябово, да. Будет проходить большой праздник. Предполагается традиционный открытый такой мастер-класс на театральной площади. Если вы помните, каждый год мы тоже стараемся проводить его. И большой спрос, и такая активная регистрация сейчас идет на наш мастер-класс. Я сразу же хочу замечание сделать. У всех тех мероприятий и у пленэра у самого возрастных ограничений нет. Нет, конечно. Ноль плюс. И у мастер-класса, и у выставки, и так далее. Ну и традиционно пленэр будет завершаться итоговой выставкой, когда художники предоставят нам свои работы, сделанные в рамках этого пленэра. Мы откроем выставку 17 августа. Она поработает у нас месяц. Ну и надеемся, что часть работ с этой выставки потом попадут к нам в коллекцию, в наш музей. Ну это уже традиционная такая история. А там по правилам, да, получается, что художники должны какую-то одну из работ оставить? Мы просим художников. Да, мы просим художников. То есть это не обязательно. Мы всегда идем от художников. Ни в коем мере мы не хотим никого обидеть. И это всегда очень обоюдно и по-дружески. Но, поверьте, никогда отказов не было. Ну, понятно, конечно. Список участников пленэра в этом году откуда к нам приехали художники? В основном это Москва, Сергеев Посад, Брянск. Вот три города основных. По именам перечислите. Да, конечно. Сколько их вообще? Десять. Десять художников. Десять художников наших замечательных. Специально приглашали или они изъявляют желание? Как это вообще? Сами заявляются? Опять же, мы обоюдно решаем эти вопросы всегда. У нас уже очень хорошие дружеские связи с нашими городами, с нашими художниками. И некоторые изъявляют желание приехать. Некоторые мы персонально приглашаем. И кто-то приезжает повторно к нам и с радостью это делает. Вот Валерий Анатольевич, надеюсь, подтвердит мои слова. Валерий Анатольевич, да. Да, да, да. Я уже третий раз на пленэре. Третий раз уже. Да. Вообще, что для вас пленэр? Расскажите, пожалуйста, какие эмоции это вызывает? Что в душе происходит? Это возможность действительно прикоснуться к этой истории, истории нашего города, истории художников? Ну, во-первых, это праздник. Это праздник для души. Поближе еще к микрофону. Можно чуть-чуть подвинуть их, а поближе. Будучи рожденным на Вятской земле, это встреча с родителями. Вы в Кирово-Чепецке родились, да? Да, да, да. И каждый пленэр – это встреча с большими мастерами. И всегда пленэр – это не просто работа на пленэре, это учеба. Это шлифование своего мастерства. Потому что если рядом стоит замечательный художник, и мы тесно общаемся, волей-неволей происходит вот этот... Друг у друга. Профессиональный обмен такой получается. Неужели еще есть чему учиться? Нет пределов. С вашим-то опытом и с вашим багажом. Нет пределов. Да, пожалуйста, Михаил Анатольевич, для вас. Да, к этому, к Валериному комментарию хочу добавить, что когда спросили Илью Ефимовича Репина, мне кажется, гениального художника, по поводу натуры, он говорит, я пытаюсь только приблизиться, и могу только, ну, чуть-чуть приблизиться к этой натуре. И до конца он ее, даже он, не мог понять. Поэтому мы тоже самое учимся и пытаемся это каждый раз вот в себе развивать. Вы впервые приехали? Здесь, да. Да, впервые приехали. Как ощущения от того, что вы видели уже? Ну, спасибо огромное. Во-первых, с самого начала это настолько уже при нерве он и раскрученный. И участвовать в нем, это, во-первых, большая часть для каждого художника. Во-вторых, работать на родине Воснецова, в общем-то, это тот вот русский дух и Русью пахнет. Наверное, у каждого в русском художнике заложено стретяковки, когда мы были знакомы только с работами Воснецова. А вот быть в этих местах, ну, это просто сказка. Особенная такая атмосфера, да? Так, локации уже вы определили для себя в городе, где будете работать? Как это вообще происходит? То есть вот приезжают художники, например, да, и вы их берете за руку, что называется, там, и ведете по городу, показываете, или на автобусе везете, или как? Смотрите, здесь разные есть, конечно, варианты. Ну, например, вот сегодня приехали с поезда молодые девушки, которые принимают участие в нашем пленэре, там, Борислава Воротила, Людмила Гаврилова. И сейчас я проезжая по городу, там, по делам, я вижу, что они уже ходят и смотрят какие-то места. Присматриваются. Конечно. Ну, это, по-моему, такая практика, само собой разумеющаяся абсолютно. Да. Вот. Ну, и я буквально скажу, что вот завтра мы будем гулять с утра по городу, и буду я тоже знакомить с историей нашего города, показывать какие-то интересные места, моменты. И это тоже такая приглядка художников. Ну, в первую очередь, в историческую часть, видимо, пойдете, да? В историческую, да, да. Так, Михаил Анатольевич. Потому что глаз художника — это не фотоаппарат, который взял, сфотографировал, и тогда зачем художники, когда это все быстро, похоже, всем понятно. Нет, художник, я думаю, что каждый будет искать какой-то свой мотив. И вот в этом весь интерес, что мы все разные. И вот этот взгляд одного художника на тот же самый вид, и тот же самый вид у другого художника будет другой. Вот в этом и, скажем, вот этот интерес в искусстве, потому что художник все равно своими глазами видит. И вот зритель, который будет потом оценивать и смотреть те места, которые он с детства знает, я думаю, что на произведениях живописи он вдруг совершенно с другой стороны увидит свой город. В других красках, то есть художник красками мыслит, пятном. Ну, вот это все задача искусства, но не фотографии. Но вы наверняка навели какие-то справки уже о нашем городе заранее успели посмотреть. Фотографии, может быть, смотрели. Фотографии, видео посмотреть, каких-то уголков, зданий, улиц. Нет, конечно, конечно, что-то смотрели, но я думаю, что мы здесь вот на экскурсиях получим профессиональные справки какие-то. И своим глазами... То есть свежий взгляд для вас важен, да? Конечно, конечно, конечно. Своими глазами увидеть это, ну, это вот, ну как, по интернету разве можно прочувствовать? Нет. Наталья Валерьевна, а нет задачи какой-то, например, которую организаторы ставят перед участниками пленера, условно, что вот этот вот дом, его через пару лет снесут, давайте мы его запечатлеем? Нет, ни в коем мере такого нет. То есть сами выбирают? Конечно, художники сами выбирают. И мы, понимаете, так вот говорить о том, что вот это пишите, вот это пишите, вот нам бы это... Нет, ни в коем случае. Здесь всегда вот этот момент такого авторского, индивидуального, очень творческого подхода художника. То есть вопрос вдохновения такого. Конечно. Мы иногда там видели у художников на работе дома, они действительно такие у нас, немножко покосившиеся. Но это какая-то такая образность потрясающая совершенно. И ты пробегаешь каждый день мимо этого дома, и тут бежишь снова, когда увидел картину, и думаешь, да, он действительно очень интересный, он действительно какой-то очень замечательный. Я почему спросила, у нас вторая тема сегодня немножко пересекается, получается, с Воснецовским пленером. С историческими прогулками по городу, да. У нас будут участники проекта «Концерт для одного дома» прошлогодние, в этом уже году второй сезон. И тоже вот у них задача привлечь внимание к нашим красивым старинным домам, многие из которых уже доживают, что называется, да. То есть ни сегодня, ни завтра их не будет. Ну да. Ну, у меня еще вопрос к художникам. Вы уже знакомились с теми работами, которые создавались в ходе прошлых пленеров? Есть такая вообще возможность художников? Или лучше вообще не показывать? Ну, чтобы не мешать. Как это вообще происходит? Надо смотреть. Да, да, да. Обязательно не смотреть. Нет, мы сегодня будем в музее, и будем даже просить, чтобы нам показали и запасники, и все. Потому что тот опыт, который у нас... Это возможно, да? Да, да. Все показано. Да, это же вот тот багаж, который надо видеть, надо видеть. И надо понимать, все-таки мы же не художники без рода и племени. То есть все равно у нас вот эта вот связь и предыдущих поколений, и в нас, которая сидит, она должна быть. Так. Валериан Анатольевич? Белопытный был факт. На одном из пленеров, это было Великомустики, в одном из двериков я писал старый-старый дом. Северная архитектура деревянная, потрясающее серебро старого дерева. И ко мне подходит бабушка из этой подворотни и говорит, что вот завтра этот дом снесут. Я не поверил, я подумал, что это просто шутка или еще что-то такое. На следующий день проходя, я уже увидел, что этого дома наполовину нет, крыши нет. А он остался на этюде. Так что вот любое прикосновение художника к какому-то историческому материалу, это уже живая история становится через какое-то время. И даже самый незначительный сюжет, если прикоснется художник, он приобретает какую-то особую ценность со временем. Дом успел дорисовать? Успел. Расскажите себе, пожалуйста, чтобы поближе познакомиться, как вы работаете, техника, в которой вы работаете. Давайте с Валерием Анатольевичем. Какими материалами вы работаете? Ну, можно работать всеми материалами. Но, исходя из конкретной ситуации, останавливаешься на каких-то материалах, которые, допустим, при наличии времени можно писать более фундаментальными материалами. Если это очень динамично все происходит, тогда можно ограничиваться зарисовками какими-то быстрыми этюдиками. И из этого, соответственно, и размер работы тоже диктуется самими обстоятельствами. И на этот случай мы берем просто разные форматы, и большие, и малые, чтобы, если где-то есть возможность задержаться, то можно писать подольше, пообстоятельнее. Сколько обычно по времени художник находится в одной точке, чтобы не устать и чтобы действительно отразить как-то? Все по-разному, наверное? Вы знаете, это настолько индивидуально, что я даже встречался с такими особенностями, даже удивлялся, когда один этюд, размер примерно неэтюдный, 60 на 80 пишется в течение одного, двух, трех дней. С одного и того же места, причем в течение всего дня, от утреннего солнца до вечернего заката. Несмотря на то, что ситуация меняется по цвету, у художника стоит какая-то особая задача. Он пишет, наверное, не буквально состояние природы, а, наверное, акцентируется на образ этого места, и тогда для него уже вот эти моменты изменчивости пленера, красок не становятся существенными. Михаил Анатольевич, со своей стороны поделитесь, как вам работается. Я думаю, что это момент временной. Если к нему так относиться серьезно, то на протяжении нашей жизни это какие-то мгновения, там, день поработать на пленере, совсем вроде ничего, но работа остается в веках, если остается. Но на самом деле, вот мы с Василием Кураксой всю дорогу говорили, да надо расписаться, надо расписаться. Что это значит? А расписаться, это вот выйти завтра. Как распеться, да? Да, это как у нас у родичников, это, да, как распеться, разговориться, распеться, расписаться. Это обязательно, это вот как певец, там надо октавы какие-то взять, музыканту сыграть. То есть разминка. Разминка. Вот маленькие берутся размеры, буквально какие-то на состояние и на цвет, чтобы свой глаз настроить, потому что мы все-таки художники студии Грекова. Мы очень редко выезжаем на подобные мероприятия. У нас идет, скажем так, заказ. И мы с натурой работаем постоянно, но натура, она для холста, для картины. То есть мы собираем какой-то материал всегда. А здесь у нас вот заказ никакой не держит. Мы выбираем сами тему. Мы выбираем вот любое состояние, утро, вечер, что-то такое. Но чтобы вот это спеть, вот день-два, я думаю, мы будем где-то вот так вот расписываться. А потом тот холст, который Валерий Анатольевич сказал, 60 на 80, наверное, можно и за часа полтора написать. Я прошу прощения за дилетантский вопрос. Я правильно понимаю, что произведение во время пленера должно быть создано? То есть нет такого, что ты наброски какие-то делаешь для себя, а потом уезжаешь домой, там все доделываешь и готова работать. Вот это именно работа на пленере, она не допускает. Ну, я считаю, что потом в мастерской, да, по памяти это все не то. Вот все перед глазами. И, как правило, вот вчера опять вот разговор у нас, всю дорогу был, когда на натуре пишешь, кажется, вот это не получилось, там не получилось, это не получилось. Комары кусают. Это, само собой, и жарко, или холодно. А вот потом в мастерской работа простоит какое-то время, и смотришь на нее. Все же получилось уже. Как же вообще это здорово было написано. Но натура все равно лучше. Вот она другая. Она материал, который бесконечный, из которого можно, вот каждый художник, все разные. А натура одна. И у всех все по-разному. То есть она какие-то возможности дает для каждого. Художник Господь так устроил. Вот это вот. Валерий Анатольевич, я вижу, добавить хочет что-то. Да. Спасибо. Ну, вот невольно вспоминается, допустим, вот поездки на флот, на северный флот, на Тихоянский флот. И из-за того, что там зона такая климатическая, очень неспокойная, штормит очень сильно. И в первый же день нашего приезда были сильные ветры. Все ходило ходуном. И корабли шатало, и море выпрыгивало прямо из берегов. И это настолько интересно. Это настолько для художника потрясающе, когда вот он видит эту стихию бушующую. И пытаться ее написать. Это очень серьезная задача. Интересная. Когда нужно одновременно держать этюдник, чтобы его не сдуло вместе с тобой. С кепкой, с холстом, с красками. И одновременно писать. Когда вот это все штормит, все двигается. Это настолько замечательно для художника. И волнительно, да. И несмотря на эту стихию, когда все заливает дождем, вот ты пишешь. И потом, конечно, цена этого холста для тебя имеет очень большую стоимость. И это редчайшие моменты. У художников есть возможность понаблюдать за работой друг друга во время пленэра? Я думаю, конечно. Нет, это безусловно. Потом мы и собираемся вот на пленэрах. И спасибо организаторам этого пленэра, 18-го. Это возможность друг у друга еще учиться. Потому что если художник считает, что он уже все умеет... Это про всех так говорят. Это крест на нем надо поздравить. Про всех творческих сотрудников говорят. И все, я уверен, и все художники переживают, что он меньше других умеет. Вот сам по себе говорю. Вот всю жизнь учусь, всю жизнь думаю, я ничего не умею. Очень правильно. Даже бывает, когда приезжаешь совсем в другую климатическую зону, юг Крыма, и совместные пленэры с местными художниками крымскими. Это тот же самый замечательный случай, когда вот можно поучиться цветовидению и письму вот этих южных художников, которые там родились и там живут, и вот чувствуют краски очень обостренно. И это ведет очень хорошую учебу. И я старался работать с такими корифеями местной живописи. И получал большое удовольствие. И это очень как-то помогало. Южные краски для живописца средней полосы порой бывают недосягаемы. И многие, приезжая в те южные края, пишут палитрой средней полосы России. Это неправильно. Ух ты, а как серьезно? Конечно. То есть там прямо вот надо цвета брать в руки, да? Ну это уже индивидуально. Это уже тонкости сейчас пошли. Индивидуально, индивидуально это все. Ну да, набор красок от региона к региону и безусловно меняется. Не-не-не, я понимаю, да, но вот для меня почему-то это открытие. Валерий Анатольевич, он немножко схитрил, потому что, зная его гамму, я думаю, и зрители потом познакомятся с его творчеством, на него вряд ли повлияли художники юга. Я-то думала наоборот. То есть они в этом живут, они на это как-то внимания не обращают. Для них это привычная история. Киров, Кировская область отличается очень небольшим количеством солнечных дней в году. Это правда. У нас света солнечного недостаток, да? Это же все отражается, собственно, в работе художника. А так настроение, а настроение твое? То есть ты утром встаешь, если у тебя 300 дней в году солнце, с каким-то настроением живешь свою жизнь? А если их всего 50, например? Ну хорошо, хоть не Петербург. Да, но хочу возразить, что все народное искусство, кстати, севера, русского севера, оно все яркое. А вот на юге нет. У них наоборот. Керамика, она там белокоричневая. А, то есть им в обычной жизни у них перебор уже, видимо, да? Да, у нас при Алке, там возьмите, вот сундучный рост, да? Кстати, игрушка дымковская. Это радуга цвета, поэтому человек восполняет. Нет солнца, так в искусстве оно появляется. Не просто так это все. Надо же как-то себя поддерживать психологически. Можно поподробнее еще чуть-чуть, что в Рябово будет проходить? Ну там традиционно будет проходить у нас праздничные мероприятия, посвященные вот братьям Воснецовых, потому что 6 августа — это день рождения пленаря Михайловича Воснецова. Вот там будет у нас и концертная программа, будет детский пленэр, будет и художники, которые работают на пленэре, вот наши друзья, которые куда приедут, и будет такая небольшая мини-выставка, мы надеемся, потому что опыт показывает, что это получается, и это большой интерес всегда есть. Какие-то мастер-классы будут проходить достаточно в большом количестве, то есть каждая там найдет себе занятие по интересам, поэтому... А, подожди, это уже в эти выходные? — 12-го. — А, 12-го. — 12-го. — Это на следующий недель. — Да, то есть и туда нужна регистрация какая-то, чтобы туда попасть? Или можно просто приехать? — Пожалуйста, с семьей вы садитесь на машину и приезжайте к нам туда на праздник. Пожалуйста. — И никто не выгонит? — Никто. — А подождите, если вот детский, детский, вы сказали детский пленэр, то есть надо везти с собой что-то, краски, материалы, или там прям выдают все? — Там будут приезжие местные детки, которые будут работать на пленэре. — А, понятно. — Можно присоединиться, возьмите с собой, вы порисуете, это будет замечательно. — Отлично. Никто не выгонит. — Нет, там огромная усадьба у нас, территория, там всем будет очень комфортно и очень красиво. — Итоговая выставка, еще раз напомним, 18-го. — Она откроется 17-го, для всех будет открыта она с 18-го августа по 17-е сентября. — В главном здании? — В главном здании, да. — Для Карла Маркса 70. — Валерий Анатольевич, кстати, не договорил, хотел что-то сказать. — Да, у нас минутка до рекламы есть. — Мы еще, да, вот эту тему немножко продолжим. Цвет в живописи — это очень важный момент, тем более для живописцев это основной. Краски юга, краска севера, кажется, должны быть абсолютно противоположны, потому что юг — это всегда много солнца. — Небо. — Зелень. — А север — это холод всегда. А вот в жизни, оказывается, наоборот совсем, в художественной жизни и в живописи, получается север более цветоносный. Благодаря вот активности природы всего. А юг, он более выжженный солнцем, и там цвета меньше. Чтобы на юге поймать живописность, это надо уезжать туда в апреле. — Пока еще цветет все. — Да, пока солнце еще не погубило. — А иначе там вот Леонардовская суммата, это вот лето такое выжженное, а север, он и вот отличается вот своей плотностью, цвета и многоцветностью. Тем более я еще удивлялся, допустим, вот на полотнах своей тетушки, которая откала домашние половики, ковры. — Так, мы про эту историю обязательно... — Да, чуть-чуть позже, у нас реклама сейчас небольшая, полтора минуты и продолжим. — Программа «Культ поход» продолжается. Воснецовский пленэр 2023. Программа «Особенности участники». Об этом сегодня говорим с нашими гостями Валерием Макрошиным, Михаилом Полетаевым и Натальей Клементьевым. Мы продолжаем. Валерия Анатольевича прервали перед рекламой. — Валерий Анатольевич, да. — Прокраски севера и юга, мы говорим. — Есть возможность закончить эту мысль, да, сейчас. А затем к розыгрышу уже перейдем. — Был небольшой эпизод в моей жизни после училища. Мы не решили сразу поступать в институт, а решили с другом проехать на плато по Чепце. Спуститься сверху, в Донизою, до Чепецка. И вот мы смотрели на природу, что происходило в небе, что происходило в воде. Не писали этюды, а просто смотрели. Это в удивительной краске. И если бы мы написали, никто бы не поверил, что такое бывает в жизни. — Что это средняя полоса, да? — Это фантастика. Это невероятная фантастика. Это такой пиршица цвета и красок. — Михаил Анатольевич, да, что-то. — Да, поэтому художник, видите, вот иногда он не пишет, а просто смотрит. — Зазерцает. — Ну что ж, напоминаю номер нашего телефона 211-101. Сейчас наши гости будут задавать вам вопросы. Вопрос я подготовила и в нашем телеграм-канале, телеграм-канале радиостанции Кировград. Сейчас будет Анна параллельно зачитывать у нас список призов, а я буду запускать вопрос в наш телеграм-канал. Пожалуйста. — Итак, традиционно мы разыгрываем пригласительные на любой фильме сеансы кинотеатра «Смена и дружба». Мы разыгрываем книги от магазина «Читай город», «Тунхуа», «Поразительные на каждом шагу алые сердца». Это такая история про путешественников во времени 18+. Ирина Дегтярева, «Степной ветер» 12+. Тикинси, «Леди на сельской ярмарке всегда раскроет пару преступлений» 16+. Владислав Крапивин, «Мушкетер и фея» 6+. Эленор Портер, «Полеана выросла без возрастных ограничений». Напоминаю, книги мы разыгрываем каждую неделю. Также мы разыгрываем пригласительные на двоих вятские палеонтологические музеи на любую программу, в зависимости от нее возрастные ограничения. Пригласительные на творческий вечер народного артиста Андрея Соколова. Напоминаю, 9 августа, 18 часов вятская филармония. Это фестиваль на Семи холмах. Возрастное ограничение 6+. Пригласительные выставочные залы вятского художественного музея на выставку «Вятка в цвете». Мы о ней говорили на прошлой неделе. И футболка этой выставки «Вятка в цвете» с репродукцией одной из работ. Тоже мы ее сегодня разыгрываем. Футболка просто умопомрачительная. В очередной раз удивляюсь, насколько замечательно получилось это сделать. Нам подсказывает звукорежиссер, что есть желающий ответить на вопрос из нашего телеграм-канала. Я вопрос пока не озвучиваю. Сейчас будем разбираться. Алло, добрый день. Добрый день. Как вас зовут? Меня зовут Ольга. Ольга. Озвучите, пожалуйста, сами вопрос, который... Вопрос «Пленер» — это значит на открытом воздухе французского. Из французского языка, да. Вот сейчас можем озвучивать уже, из какого языка к нам пришло слово «пленер» и что оно означает. Вы абсолютно правильно ответили на вопрос. Язык французский на открытом воздухе. Ну и приз, там фотография, да, билетов в кинотеатр «Смена», вы их как раз и получаете. Поздравляем вас. Спасибо большое. Не кладите, пожалуйста, трубку, наш редактор запишет ваши координаты. Ну что, Наталья Валерьевна, теперь у вас возможность есть продолжить задавать вопросы. Я очень надеюсь, что я буду задавать не сложные вопросы. Все они будут связаны и с «Пленером», и с нашими художниками-братьями Васнецовыми. Первый вопрос. Кто из братьев-художников Васнецовых родился в селе Рябово? Мы проговаривали уже сегодня. Ага. Насколько я помню. Кто из братьев именно в Рябово появился на свет, звоните 211-101. Призов у нас еще достаточно много. Розыгрыш только начинается. Ждем. Все очень просто. Не будем сегодня нас сильно нагружать. Напоминаю, что культ поход у нас еще будет продолжаться во втором часе. И там точно так же... Там у нас будет больше времени на розыгрыш. Да, чуть больше времени на розыгрыш у нас будет. И продолжим разыгрывать. И в том числе вопрос в телеграм-канале тоже будет. Итак, вопрос от наших гостей. Кто именно из братьев Васнецовых родился в селе Рябово? Художников именно. Да, художников. Именно художников. Да, потому что Васнецовский-то рот, он большой. Но их было шестеро братьев. Ну вот нам подсказывают, что есть. Здравствуйте. Как вас зовут? Александр. Александр наверняка знает правильный ответ. Да, конечно. И кто же? В Рябово родились Аполлинарий и Виктор Васнецов. Ух ты. К сожалению, не совсем точный ответ. Ну кого-то нужно выбрать одного, видимо, да? Кто-то один. Кого-то? Аполлинарий. Конечно. Аполлинарий Михайлович родился в селе Рябово, потому что Виктор Михайлович в селе Лапьянице родился. Да, на Невыржимского района. На Невыржимского района. Александр, ну ладно, поправились. Ничего, хорошо. Что хотите получить? Какой подарок? А, я не слышал призы. Ага. Ну что? Переведем к редактору, наверное, да? У редактора есть список призов, да? У редактора есть список призов, могут выбрать. И, если что, с Александром мы можем после программы созвониться. Да, хорошо. Наш постоянный слушатель, не кладите, пожалуйста. Просто, чтобы не терять время. У нас время еще есть. Чуть позже предлагаю задать следующий вопрос. Просто у наших гостей Михаила Анатольевича и Варелия. Анатольевич, хочу спросить. Для вас, Воснецовское наследие, вы когда с ним вообще начали знакомиться? Ну, не знаю, если вот попытаться... Вспомнить. Вспомнить, да. Да, да. Я думаю, что с самого детства. Ну, а как? Это сказки, это же... Дело в том, что вот наш русский кинофонд, это наши сказки народные. А сказки это Воснецов. Вот для меня лично. И поэтому то, что в Третьяковке, ну, я не знаю, там, может быть, в начальных классах школы на этих экскурсиях мы видели эти произведения, это все ассоциировалось, что это что-то такое народное, это что-то такое со сказками связано, это что-то вот русское такое. Поэтому это прям вот, прям вот с молоком матери. А студенты, художники вообще Воснецовское наследие изучают сейчас? Как в учебных заведениях это построено? Я думаю, что не только Воснецовское наследие, я думаю, все, что связано вот именно с русским искусством, потому что это целая плеяда великих художников, и все это как бы наследие, тут разделите, что вот только мы преследуем как бы традиции одного художника, нет, это все вот то богатство, вся та палитра художников, которая у нас есть. И это, конечно, вот в этом ожерелье братья Воснецовы, это великолепные художники. Ну что, задавать следующий вопрос будем, да? Я предлагаю Наталье Валерьевне, давайте еще о задачах наших слушателей. 211-101, напоминаю, номер нашего прямого эфира. Тоже простой вопрос, видимо, да? Наш пленэр достаточно давно существует, да, то есть 2006 года этот проект у нас работает. Так вот за все время, вопрос, в каких городах, населенных пунктах проходил пленэр Воснецовский? В каких городах, населенных пунктах Кировской области? В Кировской области, он всегда проходил в Кировской области. То есть понятно, что художники куда-то выезжают из этих мест, но вот центры, где проводились пленэр, локации, основные. Так, ну лично я... Да мы их называли. Четыре места вспомнил. А я только три. Три? Да, я тоже только три. Только три? Ну хорошо. Интересно, Владимир, а какая же четвертая локация? Ну ладно, не мы боремся за приз. Не будем мешать, да. Кто-то из наших слушателей сейчас поборется. Алло, добрый день. Алло. А нет, пока звонка. А он нет у нас пока. Нет, показывает звукорежиссер, что, видимо, сорвался звоночек. Ладно, мы его ждем. Хорошо. Я вспоминаю, что мы разыгрываем прекрасную совершенно футболку. Вятка в цвете с репродукцией одной из работ. Татьяна Тимкина и, по-моему, потомки героев Бородиной сидят. Да, 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 да. Если я верно понимаю. Ноль плюс возрастное ограничение выставки. В выставочном зале Вятского художественного музея она работает с прошлой недели, если я не ошибаюсь. Да, и мы на нее приглашаем. Мы пока специально, смотрите, не приглашаем на основную выставку по итогам пленэра. Я думаю, что мы на нее будем приглашать чуть позже, когда работы будут готовы. Хорошо. Есть телефонный звонок. Алло, добрый день. Здравствуйте, Светлана. Светлана, здравствуйте. Убавьте, пожалуйста, радиоприемник, чтобы нам было комфортнее общаться без вот этого шлейфа, дальше звука. Чтобы мы дважды не повторялись. Светлана, вопрос помните? Ну, в Кирове проходит. Так. Еще где? Я думаю, что на родине Лени Рябова. Так, совершенно верно. И еще? Ну, честно сказать, не знаю, но может быть Слободской? А-а, а-а. Давайте южнее. Южнее. На юг области. Мы проговаривали уже. Да. У нас был вопрос, где родились художники. Александр отвечал на этот вопрос. Он назвал. Аполлинарий родился в Рябово. Он как раз назвал Рябово и назвал Наталью Валерьевну. Село Лапьял. Да. А-а, ну что ж такое? Ну, нет, это село не было места. Нет, нет, нет. Нет. А-а, вот как. Ну, это недалеко от того места, где проходил. А-а, ну, точно, я вспомнил. Я сказать не слышала. Ну, вот... Смотрите, село Лапьял находится в одном из районов Кировской области. У этого района есть районный центр. Райцентр, да, мы правильно мы говорим. Совершенно верно. И для меня тоже земля родная, кстати. Да, да, да. Как село называется? Плохо слышно? Село называется Лапьял. Угу. Оно южнее, чем Слободской. Оно находится в районе каком? Кировской области. Ну, давайте... Яр. Нет. Нет. Ну, вот давайте подскажу. Южнее этого района только два района еще. Малмышский и Вятскополянский. Вот, все. Я плохо знаю. Карта Кировской области. Едем, едем и идем вниз по вязке. Подсказываем. От Налинского района вниз. В этом городе родился человек, в честь которого назван наш город, в котором мы с вами живем. А, Уржум. Ну вот, ура. Да, совершенно верно. Спасибо. Да. Добили, что называется. Действительно, Уржумский район, да, село Лапьяла, родина Виктора Михайловича Веснецова. Что хотите получить? Или редактор у вас разобрет? На Соколова тогда. На Соколова. На Андре Соколова. Выбрали его, не выбрали? Нет. Я не знаю, может, кто-то и взял уже. Тогда редактору передадим просто-напросто. После разберемся. Хорошо, я думаю, что все, не успеем мы задавать больше вопросов в этом части нашим слушателям, потому что остается лишь минута. Подводим итоги. Ну, племер-то только начинается. Подводим итоги нашего эфира. Удачной вам работы, вдохновения на улицах нашего города. Кировчане ведь тоже могут подходить и так тихонечко наблюдать за работой. Ну, только не мешает. Я хочу сказать, что наши кировчане очень тактичные всегда. Полминутки у нас. Да, очень тактичные, никогда не мешают, но с любопытством подглядывают иногда за плечом. Не подходят, не просят, а нарисуйте меня, пожалуйста. Спасибо за то, что сегодня вы пришли в нашу студию. Благодарим наших гостей. Наталья Клементьева, Михаил Политаев и Валерий Макрушин. Приятных вам впечатлений. И хорошей погоды. Хорошей погоды. Спасибо. До свидания. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»